В каком классном месте я съела моё кофе. Посмотрите, где присела. Мужчины тоже рядом там сели. Ну вот так, вот такое местечко хорошее. Сейчас я погружусь в себя и займусь учёбой. Ну а вам хотела я ещё рассказать, почему я не показываю родителей мою заловку, никого не показываю родственникам. Вообще они категорично все против, очень против тем, что я занимаюсь. Но, во-первых, они, знаете, что говорят, что я постоянно с камерой. И это их, ну, допустим, как-то мотивировало, если бы я зарабатывала на этом. А просто так для интересного они не понимают. Когда мой муж сказал, что у меня заработки упали 13 долларов в этом месяце, вот 6 я собрала, 13, 18, 20, ну, резко так упало. Ну, они сказали всё. Мой муж говорит, я тебе дам эти деньги и посвяти время нам, а не камере. И поставили мне тогда перед фактом, что это мне не надо делать, показывать свою жизнь. И если хочешь, показывай, но не нас. Вот и всё, мои дорогие. Никто ничего не хочет сниматься. И там из-за всё это получилось из-за плохого комментариев там. Они не поняли, может, неправильный перевод сделали, обвинили меня в том, что я плохо отношусь к ним. В каком смысле плохо? Камеру говорю одно, то есть, когда они рядом, я говорю одно, а когда их нету, жалуюсь на них. Вот вы мне сейчас напишите в комментариях, пожалуйста, такое было, я когда-нибудь плохо говорила о моей семье. Я даже сейчас их понимаю, я не обижаюсь, я очень люблю родителей мужа, и они действительно достойные родители. У меня очень хорошая свекровь и свёкор. Я их просто обожаю. Ну, так получилось, что мой муж сам принял такое решение, что такого тесной связи, контакта не будет. Ну, у них там свои какие-то семейные дела между сёстрами и братьями. Поэтому отдалился от них, от всех. Говорят, и раньше я так был, было спокойнее, и сейчас. Потому что всплывает куча проблем, куча недовольств, куча это. Вот не зря говорят, родители должны отдельно жить от всех. И вообще поменьше общаться с родственниками, потому что всегда, всегда всплывёт какой-то негатив и недопонимание. У меня нет проблем никаких. Мы вот недавно, не недавно, месяца два назад встретились с Заловкой. Это в городе, младшая, вы её знаете. Мы так обнялись, так обнялись, поцеловались, но я не могу перепрыгнуть своего мужа и она тоже. Вот два упрямых. Ну вот, не разделили брат с сестрой. И так это и продолжается. Но что делать? Поэтому я не показываю своих видео и не рассказываю о них. Что касается моей семьи, вы знаете, что я тоже прекратила такое тесное общение из-за того, что мне не хватает физически времени. Не хватает времени, мне нужно зарабатывать деньги, да, как бы это меркантильно не выглядело странно, да, как бы вы меня не осуждали. Действительно, да, мои деньги нужны моим внукам, маме. Я не говорю дети, дети сами должны зарабатывать. Должны моим внукам. Я бабуля должна помочь, послать какую-то денежку, чтобы они устроили себе праздник, пошли на качели. Это же всё дорого сейчас, тем более такое время. А вот так получилось, что дети постоянно болели. Лекарства. У нас нет таких бесплатных, как здесь Турции мне дают. Вот поэтому за всё надо платить в жизни. Мама постоянно болеет, простуженная от них, как по цепочке. По цепочке, друзья мои. Только и уколы она делала, антибиотики. В данный момент у неё сильный бронхит. Вот только недавно она пролечилась. Дети пошли в садик, пошли в школу, заболела один, второй, третий. Ничего интересного у них такого не происходит. Но и тоже. Мария хорошо учится. Мы её отдали. Она ходит заниматься грузинским. После школы её отводят к преподавателю, подготавливают уроки. Хвалят её. Мама ходила в школу просто так. И говорит, она хорошая девочка очень. Дэми с Ирмочкой в садик ходят. Праздники у них какие-то. В общем, им хорошо. Для того, чтобы им было ещё лучше, бабуля должна работать. Поэтому я сейчас редко общаюсь. Может, через 2-3 дня. Если я так сказала, если какие-то срочные дела, то, пожалуйста, звоните. Просто так у меня нет времени. Нет времени. Я сестре родной не могу каждый день написать. Ну, не получается. Не получается. Или мне нужно как-то выходить, всё. И социум очень много забирает времени, друзья. Я в ТикТоке. Начала сейчас после того, как Ютуб перестала как-то активничать. В ТикТок зашла. Там больше... Что там больше? Толку и меньше работы. Загрузишь это видео, и всё. Хоть секундное, хоть минутное. И просмотров по тысяче, по две, по пять, по восемьдесят тысяч. И всё. Проблем нету. А здесь... В принципе, там тоже деньги не получаешь. Но растут подписчики. Растут подписчики. А на Ютубе приписываются, отписываются, приписываются, отписываются. Ну, ничего страшного. Тише едешь, дальше будешь. Придёт и моё время. Вот мой муж тоже злится. Вот зачем тебе этот Ютуб? Такой заработок, там, допустим, да. Я говорю, надо время, надо терпение. Я всегда так говорю. Он говорит, ты тратишь всю свою жизнь на это. Действительно, я дурела уже, девочки, мальчики. Извините за мой такой вот повышенный тон. Как оно затягивает? Как оно затягивает? Три часа надо, чтобы загрузить истории. И Ютуб, и в Контактах, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. У нас же всё и в Твиттере, и в Линкетинге, и в Блоге, и в Пинтересте. И ещё где я есть, Боже, куда я активна. И несмотря на то, что публикации, ещё и в истории, это очень много времени. Очень много. Когда я раньше только начинала появляться в соцсетях, я удивлялась, что есть люди, которые этим занимаются, живут там. Я думала, час на два зайдёшь, посмотришь, и всё. А сейчас я активно занимаюсь блогерством, да, и иногда это меня приводит в бешенство, потому что очень много времени трачу. Также у меня второй канал, бизнес, который я сейчас активно продвигаю. Он продвигается сам по себе, потому что бизнес развивается. И там без усилий, без никаких выставишь видео. И оно набирает просмотры, потому что я, как говорится, уже лидер. Четвёртый год занимаюсь, знаю все нюансы, могу ответить на многие вопросы. Даже на все вопросы ответить любому, научить, объяснить толково, донести информацию. Вот так вот, друзья мои. Сейчас я прекращу разговаривать, а буду заниматься делом. А то вот опять я погружена в вас. Мужу своему говорю, Ашка, давай пойдём, говорю, вот так, просыпайся. Но не хочет он менять свой образ жизни, не хочет. Спит вот так до 12, до часа уже так старается. А когда он постился, так вообще в 5 часов просыпался в 6. Вес, вес у меня такой же. Вечерами у меня активное поедание всего. Сладости, так потянула на сладости. В принципе, уже так стараюсь не махать камерой, чтобы не раздражать своего мужа. Он действительно хочется отдохнуть. Ну, не то, что он против меня, да, но у него есть хвост, который следит за ним. Вы, наверное, догадались, кто это. И вот он ждёт какого-то подвоха, говорит. Поэтому не хочет мой муж тоже появляться на камеру иногда. И вот я иду с ним, и вечно эта камера. Он прав. Прав, потому что он хочет расслабиться со мной, как раньше, когда мы познакомились. Я ничего не снимала. Была только принадлежала ему, никого не знала. Было замечательно всё. А это блогерство нарушило покой его и его семьи. Подумают, припёрлась блогерша в нашу семью, и теперь нас на весь мир показала. А я, знаете, как ответила мужу? Ютуб, если ты будешь наставить на том, чтобы я его закрыла, вот возьми мне сейчас руки и ноги мои свяжи и спрячь меня в шкаф. Вот это ты сделаешь аналогично. Я без социума здесь просто сдохну. Я так ему, грубо говоря, в форме и сказала. Потому что я развиваюсь с этим блогерством. Мне нужно какое-то общение такое. У меня нет здесь детей, родственников. Я здесь одна, хотя у меня сейчас появились подружки. Но всё равно, когда ты переезжаешь в чужую страну, это не достаёт такого общения, как раньше я бы в Грузии постоянно общалась с теми людьми, которых я знаю на протяжении многих лет. Но это для меня необходимо, как воздух. Я просто не представляю свою жизнь без этого блогерства. Вот сейчас я вышла, да, я с вами поговорю. Мне так становится легко после этого. Поснимаю, покажу. Какой-то стимул появляется, мотивация в жизни. Бегу домой, занимаюсь делами, люблю всех. Ну и с другой стороны, эта камера много отнимает времени. И как болезнь, да, привыкаешь к ней. И постоянно ты хочешь что-то снять. Это тоже плохо. Это тоже плохо. Я с этим соглашусь. И нету личного пространства. Ну и ему может не нравиться то, что у него хвост есть свой. Они смотрят, наблюдают и потом делают какие-то пакости. Нарушается его покой. Психологи советуют. Не выставляйте свою жизнь на показ. Не только психологи, но и вы тоже мне постоянно говорили. Меньше снимай. А сейчас, когда я меньше снимаю, претензии, что одной тоже снимаешь. Снимай про родственников, про свою семью. Ну не хотят они. Из-за вас я не буду сейчас портить свои отношения. Если вы хотите, снимайте сами. И посмотрите, как это скажется на вас. Вот, попробуйте. А потом предъявляйте претензии ко мне. Ну все, мои дорогие, поговорила с вами. Мне стало легче. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Я приготовила вот такой вкусный ужин. Запекла курицу с овощами. Даже капусту добавила для себя в духовке. Приятного нам аппетита, друзья мои! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok